Если бы не было любви, не было бы такого красивого дома. Если бы не было любви, не было бы Барюшеньки. Поэтому все благодаря любви на этой земле. Уже кто саправдыведает про каханье усе, дыггета Александр Саладухов. Да, у меня было очень много женщин в моей жизни, да, очень много, да. У короля белорусской эстрады великий життёвый опыт подмацаваны трыма офицейными шлюбами. Первая жена у меня была Елена Сотникова, да, врач, она работает в Минске. Вторая жена Наталья Бирюкова, да, бас-гитаристка ансамбля «Чаровницы», которая подарила мне сыновей, которым по 28 лет, которых я безумно люблю, Александр Антонов. Але только ей одной, своей милой, он готовый присвячать усе песни и верши, при этом не соромяющейся чужих вачей. Ну вот Наталья, нынешняя моя супруга, первая и единственная женщина, с которой я вот 12 лет повторяю вместе и предан только ей. Такого раньше не было. На семи год дезня веселья Александр Солодуха поднёс жёнце подарунок. У подземном пироходе зладёжи маленький концерт у вельми эпатажным костюме. Солодуха признается, любовь саправды окрыляя, а спевак активно нанесе её у массы. Как великой дождя сморит нашу грусть, ты сегодня не со мной, ну и пусть. В ровно 45 дней Александр будет дарыть кветки, казать комплименты, усмехаться и навотвячь и рать с тыми, кто захочет стать удельником его марафона любови. Дорогие друзья, пусть каждого из вас коснётся крыло ангела любви. На самой справе у таким незвычайным в образе Солодуха сбирая гроши на свой новый альбом. Был придуман костюм именно розового цвета, крылья, ангел. Ангел спустился с небес на землю и дарит любовь. Всем, да. А любовь, як ведома, штурхая наварядствы. И теперь кожный тыдень Александр Солодуха проноится у костюм Купидона и вянчая закаханных. Самое главное – это дарит любовь всем людям нашей земли белорусской.